Венерха Леулин давно увлекается предметами старины. Несколько лет назад он создал в Уфе магазин-музей, сделанный в СССР. Заведение нашло свою аудиторию. Кроме ностальгирующих романтиков и любителей истории, в магазин приходят театральные реквизиторы и дизайнеры интерьеров. Бывшие граждане СССР приводят сюда своих детей и внуков, чтобы вживую показать им предметы советской эпохи. Магазину несколько раз пришлось переезжать, но верные посетители у него остаются. Люди специально приходили. И сюда приходят. Я вот сам удивился, на четвертый этаж встал. Я думал, все, я потерялся. Нет, нет, нет. Люди с удовольствием поднимают, с удовольствием. Кому-то что-то нужна какая-то безделушка там у мамы, у бабушки. Кому-то из сервиза какой-то чашечки не хватает. Ну и вообще люди созерцают, люди в каких-то иллюзиях, в хороших. Коллекция магазина впечатляет. От посуды и игрушек до живописи винила и техники. Все это можно приобрести. Владелец сам находит старинные вещи и сам занимается реставрацией. Деньги, вырученные от продажи, уходят на оплату аренды. Поэтому таким ударом для Венера Халиулина стало вынужденное закрытие магазина в связи с пандемией. Я поэтому в Министерство культуры обращался. Потом это... А в Горсовет. Везде тишина. Есть вещи, которые без государства нельзя. Тебя могут обидеть. Видите, я массу затащил завтра, скажут, уходи. Ну куда у меня картины, фарфор есть. Все эти предметы для Венера Халиулина не просто вещи, а культурная ценность и память об ушедшей эпохе. Мужчина мечтает о том, чтобы с государственной поддержкой превратить свой магазин в большой антикварный салон и музей. По его мнению, такое место могло бы стать новым брендом республики, точкой притяжения туристов. Но пока речь идет только о том, чтобы просто выжить. Вроде все силы, мы миллионы, миллиарды зарабатываем. Так они куда эти деньги, туда укатывают, да, в это, там, в Италию, в Испанию. Вот результат. Вы сюда вложитесь. Здесь сделайте комфортно для себя и для людей, которые здесь живут, да. А не так, здесь все помыть. Венера сравнивает пандемию коронавируса с войной. В той или иной степени все от нее страдают, но даже в военное время культурная жизнь должна продолжаться. Артем Валитов, Лилия Галлямова, городской телеканал ЮТВ.